Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим на новую радиопетличную систему от FIFINE, модель M9. На самом деле очень крутой оказался микрофон, я уже немножко его тестировал и даже задумался, а не оставить ли мне его себе. У меня микрофоны есть на все случаи жизни. Например, вот этот микрофон также от FIFINE, не помню, K670 по-моему модель называется. Он у меня для стримов, чисто. Вот этот микрофон COMICA, очень хороший тоже микрофон, у меня все микрофоны очень хорошие, запоминайте. Модель VS09, уже использую, второй покупаю. Использую, когда хожу записывать обзоры на магазины низких цен, подключаю к телефону, он компактный, маленький, звук отличный и записываю продукцию. Ну и вот микрофон Maono, на который я делаю в последнее время все свои распаковки. Ну и вот не знаю, еще радиопетличный микрофон, но в любом случае имейте ввиду, если не оставлю, то на авито можете по сниженной цене у меня его купить. У микрофона есть активное шумоподавление, можно отдаляться от источника записи на 50 метров и работает он от одного заряда аккумулятора до 6 часов, ну в зависимости от чувствительности, которую вы установите. Вот такая коробочка, как переливаются у нас сами микрофоны, здесь технические характеристики, нравится как оформлено в красно-черном цвете, но лично мне он понравился своей простотой и удобством использования. Здесь нас встречает мануальчик небольшой, здесь лежит уже кейс, что немаловажно, очень удобно будет транспортировать. Взяли, все, очень сделан качественно, надежно, под карбон, надпись FIFINE на молнии, не нужно ничего выдумывать, мудрить, куда-то складывать, какой-то пакетик или еще, какой-то кейс дополнительный, здесь уже все вот по умолчанию круто сделано. Открываем и здесь также у нас, видите, все плотненько так укомплектовано. Комплектация здесь также очень богатая, смотрите сколько кабелей и причем сделаны, смотрите, как круто. Первый кабель у нас с USB Type-C на 3.5 mini jack для телефона, то есть для тех, у кого вход USB Type-C на телефоне, а 3.5 mini jack, например, если нету. Второй также 3.5 mini jack, но один четырехштырьковый, он также идет для смартфона, это кто захочет подключать, например, у меня вот на самсунге есть вот этот 3.5 mini jack, то есть можно таким способом подключать через USB Type-C по сути, ну два варианта подключения, ну и к камере есть просто 3.5 mini jack, видите, трехштырьковый, даже нарисована камера и написана камера, то есть это для камеры можно использовать, например, я могу использовать для своей Sony Action. Две пушистые ветрозащиты, если на улицу выходите, незаменимая вещь, ну и классический кабель для зарядки, USB на USB Type-C. Я вообще люблю очень такие все необычные вещи, здесь микрофон, получается, лежит как наушники, но только, конечно, размеры больше, принцип один и тот же. Сам кейс сделан очень качественно, надписи, смотрите, все выгорлены, не нарисованы, а прямо вдавлены, здесь текстура, четыре световых индикатора, открываем, видите, сгорается, показывает заряд кейса, здесь у нас, значит, прорезиненные такие ножки, надписи, такой приятный soft-touch пластик, ну и вход для зарядки USB Type-C. Заряжать нужно сам кейс, хотя можно заряжать сами наушнички, но, как вы видите, они уже у нас моргают, то есть заряжаются. Зеленым индикатором, это значит, они заряжаются, когда синим будут гореть, то это будет показывать их работу, сопряжение, значит, они включены у нас. Ну и чем же именно они мне приглянулись? Так это их простотой удобства использования, смотрите, то есть, опять же, этот кейс можно не обязательно втаскать в том чехле, вот так взяли, да, хоп, в карман, все, у вас уже двойная радиопетличная система, можете к какому-то собеседнику подключить ее, и следующее, достаем просто, ничего не нужно выдумывать, так же, как наушники вот мы достали, ребят, все, подключение произошло автоматически, смотрите, загорелись синие индикаторы, они уже сопряглись между собою, не надо там что-то удерживать, нажимать, так же и ресивер у нас, смотрите, тоже уже работает, находится в работе, показано, что горит, значит, включение и уровень чувствительности микрофонов, и что они сопряжены между собой, снизу вы видите вот это SM, это моностерео, есть возможность снимать как в моно, так и в стерео, здесь кнопка сопряжения, но я не совсем понял, зачем она нужна, потому что по умолчанию наушники уже у меня работали, как только достал их из кейса, вход для подключения три с половиной миниджек, вот эта самая кнопка, моностерео, вход для зарядки, где контактные базы для того, чтобы ресивер заряжался в кейсе, ну и здесь у нас чувствительность микрофона первого и второго, нажимаем, прибавляется, убавляется, по кругу идет, но включение и выключение, ну так он выглядит, маленький, компактный, довольно легкий и прищепочка, конечно же, ну и давай на сам микрофон посмотрим, вот здесь у нас улыбочка такая, горит и не свет, значит микрофон уже находится в работе, под металлической сеточкой капсуль микрофона, кнопка сопряжения, вот эта самая кнопка шумоподавления, ну конечно же, также у нас такая хорошая качественная скрепочка, вход USB Type-C, можно заряжать, опять же, я говорил, что как через кабель, как телефон, а можно просто в кейсе, он будет заряжаться как наушники у вас, по идее, это гораздо удобнее, на мой взгляд. Ну и все, больше, по сути, ничего здесь нету, а больше ничего и не надо, но вот это я кайфанул, ребят, я просто люблю максимально простоту, достал как наушники и все, начинаешь пользоваться, я говорю, не надо ничего подключать каждый раз, включать кнопку сопряжения, есть память, вы один раз только установили свои настройки и все, и уже по умолчанию достаете и у вас будет, какую чувствительность выставили, допустим, на микрофоне, такая она и будет, то есть не сбиваются настройки, так же и в ресивер настройки не сбиваются, очень круто, LED-индикаторы очень яркие, все хорошо видно, контролируется, до 6 часов работы, в кейс кинули, забыли, опять же, не надо каждый раз заряжать, у меня был такой случай, когда у меня был микрофон на батарейке, то есть я поставил на батарейку, она села, а я не знал, начинаю записывать, весь материал потерял, так было жалко, а вы знаете, как для блогера потерять материал, ты жопа, ну все, распаковка прошла, ты уже снял, это жесть, а здесь-то никак ничего не потерял, вот, все, ты туда его воткнул, он уже на автомате у тебя там заряжается, все, достал, ты знаешь, что он у тебя заряжен, что-то в главный кейс, смотри, чтобы, да, вот эти вот, у тебя момент не погас, и все, следить только за кейсом, ну и в плане подключения, такое же удобство, 3,5 миниджет, телефон, ну в моем случае планшет, на самом деле не важно, главное, чтобы у вас устройство было с Type-C входом, ну и все, по идее микрофоны уже работают, я сейчас включу запись, а уже будет записываться через микрофон, не надо ничего мудрить, вот это я обожаю, в чем преимущество радиопетличетого микрофона, в отличие от того, который сейчас у меня установлен, потому что он установлен стационарно, и в зависимости от того, как я вот удаляюсь, звук будет тише, приближаюсь, он будет громче, например, отворачиваюсь, вообще звук будет там практически, наверное, не слышный, и вот получается, видите, подошел поближе вам что-то показать, тут громкость, как бы, ну, перегруз будет, да, отошел тут, вам что-то взять, надо вот, смотрите, короче, вы понимаете, вы сейчас слышите, как звук скачет, здесь же у вас будет всегда звук одинаковый, хоть на 50 метров отойдите, звук будет одинаковый, объясняю, как для дураков, ну, мало ли, переходим к тестам, сейчас вы слышите меня с микрофона Moono, и вот теперь мы переключаемся на микрофон Fifine, все, планшет мне сигнализирует, что запись звука пошла через микрофон Fifine M9, стоит режим стерео, ой, этот, моно, значит, вы слышали, должны меня равномерно, хоть с одного микрофона, даже если я тот унесу, звук должен быть одинаковый, хоть поднесу, хоть отнесу, без разницы, звук должен быть одинаковый, звук, соответственно, никак обрабатывать не буду, не прибавлять громкость, блин, наш испугался, что-то там на улице так шарахнуло, постараюсь записать без косяков, чтобы не монтировать даже, чтобы дорожка не сорвалась, и один микрофон я отключаю, и поставлю сейчас на петличку, прикреплю как положено, вот сюда, а, да, есть эта защита, совсем забыл сказать, ну, ладно, это сейчас продемонстрирую вам другому, я специально все эти вещи не вырезаю, стараюсь, чтобы дорожка не сползла потом на монтажке, вот, смотрите, вот такая ветрозащита есть, довольно пушистая, хорошая, но с ней так смешно смотрится, микрофончик, что неудобно, что надо там накручивать, надо сначала вот в пазы попасть, могли бы, конечно, сделать какой-то магнитик, либо это, но если приноровиться, то, в принципе-то ничего, один раз так приноровился, я вот второй раз это делаю, и уже быстрее гораздо, вот такой, смотри, чопик получился, улыбающийся, с причесочкой хиппик какой-то, да, а, да, ну и все, ребят, вот так уже в привычном виде, микрофон черный, я ношу, люблю носить черные футболки, по идее, его даже не видно, и вот в этом уже случае, куда бы я, хоть подойду к вам вплотную, вот так вот, хоть я вот отвернусь от вас, да хоть я вообще могу отойти, пожалуйста, вот, где там, чтобы вы меня видели, вот он я, ребята, вот он я, хай-ухай, вы слышите меня абсолютно одинаково, что бы я ни делал, что бы ни творил, в принципе, вот так, да, чувствительность выставлена сейчас, микрофон на максимум, все три деления, давай попробуем ее убавить, сейчас минимально, сейчас один режим, потому что, возможно, до этого был перегруз, мониторинга нету, да, есть какие микрофоны, на которых есть мониторинг, это тоже, ну, как бы, было бы удобно, ну, ничего, один раз настроить, по идее, да, вам отследить, как оно, я, например, люблю один раз настроить и оставить настройки на постоянку, прибавляю на два, вот сейчас вы слышите меня на второе уже громкости, до чувствительности, вот, вторая чувствительность, возможно, на второе надо было сразу изначально, но, если что, имейте в виду, в редакторе можно подправить, если, конечно, будет перегруз, то его тяжело убрать, да, практически невозможно, лучше, конечно, записывать потише, но, чтобы зато потом громкость можно на монтажке прибавить, так, ну, хорошо, потестируем еще более тщательно и наглядно, все-таки я не знаю, может, я себе оставлю, ну, нравится, слушай, я люблю такие приколюхи, кейсик, все, убрал, единственное, что как я буду использовать, тогда вот этот можно будет убрать, ладно, окей, давай покажу вам анонсы, приехали вот такие наушники, как будто, смотри, уже тестирую, как будто я себе его оставил и буду, сейчас перегруз точно был, вот, как будто делаю уже распаковку, допустим, на наушники, вот, трон, о, тронсмарт, ни хера себе, а я почему-то думал, что это хейло, нет, смотри, ребят, тронсмарт, полноразмерные наушнички, новинка, модель, Q20, вот такие прикольненькие, да, есть у них, значит, свое приложение, 60 часов, ничего себе, окей, Google, так, эту даже не распаковал, сейчас уже еще ко мне едет курьер, ребята, распаковок, опять море, завалили опять меня распаковками, такая тяжеленькая, также колонка от Росмарк, стали мне новиночки хорошо в последнее время поставлять, раньше, как бы, присылали то, что уже давно в продаже, ну, либо недавно, либо как-то это, а сейчас прямо вот новинка, бывает даже присылают еще, в продаже в магазине не появляется, а мне уже присылают, обязательно на Авито подписывайтесь, там много товара, по сниженным ценам в два, там на то и в три раза дешевле, вот такая колонка, я уверен, что ее еще на обзорах тоже не у всех есть, смотри, какие специальные там, значит, динамички, все, ребят, обязательно пишите, нравится звук, лучше чем, лучше чем Maona или нет, все-таки, вот такие специфики, тяжелые, значит, батарейка, аккумулятор хороший, вот, понравилась мне эта тема, смотри, какие необычные, только я заказывал белые, не знаю, там, короче, китаяночка, что-то натупило, форма, форма какая необычная, вы заметили, я про форму имею в виду, и знаете, в чем прикол, вот этот менеджер, китаянка, она прям свое ухо мне сфотографировала, и говорит, смотри, я сама в них сейчас сижу, так прикольно, я обычно редко, когда общаюсь с менеджерами на такой волне, скажем, ну, как, можно сказать, с друзьями, да, обычно, что они там, китайцы же, это она там, мне расписывала, ой, такие крутые, такие классные, я так с них кайфую, посмотри, я прямо сейчас в них сижу, херакнул, сфотографировала свое ухо, только я белые просил, блин, балда, китайская балда, ладно, о, смотри, ух, блядь, нет, это я встать надо, а я встаю, а меня все равно одинаково слышно, блядь, вот это вот, конечно, грабина, тоже не распечатанная еще, это 3 бит, колонка 3 бит, стоит 22 тысячи, по-моему, по ценам пока ничего не говорил, ладно, так по-быстрому, но мы тест сделаем, ребят, это тест микрофона, так, что еще, а, вот, самое главное, наверное, для вас, все, что я вам показал до этого, это так, херня, а вот это самое главное, смотрите, блядь, в какой упаковке, я просто до сих пор охереваю, видите, это дерево, дерево, здесь материал, как такое, ну, это я понимаю, отправитель мне так сделал, но это же не на почте такая, блядь, упаковка используется, деревянная, здесь два диска, Mortal Kombat 9, и, этот, Thistle Metal, Scredge Metal, приехали еще месяц назад, в диски, все, я хочу протестировать их, как будут вообще смотреться, вот эти мои любимые игры, это мои любимые игры, я все-таки решил накапливать, вот потихонечку, подкупаем, как они будут смотреться на большом 65-дюймовом телевизоре, то есть, по сути, игры от PlayStation 3, на огромном 65-дюймовом телевизоре, но когда руки дойдут, вот месяц уже, даже не распаковал, видите, я специально, даже не распаковал, не посмотрел, может, там и нет этих дисков, ну, как бы, понадеялся на продавца, на его порядочность, надеюсь, что все-таки диски рабочие, и все хорошо, но как бы я их там проверил на почте, чтобы PlayStation туда с теликом припер, глупо, да, ну, руки чеш-чешались, честно сказать, особенно, когда вот, газовал, поддавал, ностальгия там нахлыновает, сами понимаете, пивка, когда попьешь, а я тут целую неделю фестивалил, ну, вы знаете, после стрима, не после, а в принципе, и стримил, и фестивалил, и пиво, и ностальгировал, все было, вот, прям руки чесались, я мимо них, как, блядь, я, сука, спрятал потом, чтобы уже они у него глаза не мозолили, вот, будем теперь со Светкой херачить, в Crystal Metal, да и Мортик мой любимый, я Кратоса, наконец, я ее Кратосом зашатаю, блин, на, на, э, феталити, так что, вот такие дела, ух, нихера на 8 минут, ребята, так, все, ну, в принципе, по анонсу вам сказал, сами видите, посылок завалил, сейчас курьер едет, на почту еще забирать, очень много сейчас будет распаковок, по ремонту, значит, ну, по сути все сделано, единственное, что, такая, ну, то есть, потолок еще нет, во вторник придут делать потолок и дверь, а еще шкафы заказали, ну, то есть, будут нам еще, где стиралка, будут шкаф делать, шкафы, замерять специально, на заказ, на заказ, мы решили не где-то покупать, а прям, что сделают, там, чтоб встроено все было, круто, что еще, ну, так, вроде все, ну, так, конечно, там, повесили эти крючочки всякие, там, мыльничку, Света там все с ума сошла, вообще, просто, флягу сорвало, и она там пол Валбереса уже скупила, всяких вот этих приколюх, все везде вешает, ну, баба, что, поэтому по стримам пока ничего сказать не могу, но, как-то попробуем, постараемся время на это найти, ну, явно не эти, не алкострим, потому что сейчас пока все это разгребу, и этот, опять же в ложике, да, надо все, что, светофор надо не забывать, дзенчик тоже, опять я его забросил на 10 дней, сука, что еще, на, ну, ладно, давай сейчас переключусь, в принципе, на этот микрофон, вот смотрите на контрасте, ребят, переключаюсь на этот микрофон, на Maona, вот вам для сравнения, резко прям переключился сейчас на микрофон Maona, и как было у меня лучше слышно, напишите обязательно, потому что, возможно, если все будет зависеть от вас, от вашего мнения, если все-таки он лучше, блин, можно его и оставить, так удобненько, раз, микрофончик, опять же, в чем удобство, да, то, что можно с кем-то, допустим, вот мы со света снимаем, когда обзор, дегустацию еды, это не очень удобно, когда микрофон один, а эхо ловит, этот эхо не будет ловить, этот эхо не будет ловить, короче, круто, ладно, посмотрим, короче, все, ребятушки, давайте, обязательно пишите комментарии, понравился ли вам микрофончик, оставляем они или нет, вам большое спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok